Всех приветствую, друзья, на этом канале. Курс доллара сегодня 93 рубля, курс евро 99 рублей. Давайте разберем рубль, который все-таки пробил нас линию сопротивления, а также информацию про Ростцен, про новую заварушку на Ближнем Востоке, а также другие важные новости, кто еще не подписан, просьба подписаться по ссылке в описании на телеграм-канал, а также подписаться на текущий ютуб-канал и просто ставить лайки под данным роликом. Итак, рубль на текущий день находится выше уровня сопротивления 93,3, о котором я говорил уже многие месяцы. В то же время он сильно не девальвируется, то есть падает сегодня на 0,3%, но это не так существенно важно, так скажем. То есть в рамках трендов пока что он идет вперед, так скажем. Что же означает это вообще для России? Во-первых, хоть рубль немного падает, нефть тоже немного припала, так скажем, с тех выносов на 91,9, которые были до этого. И это означает то, что рубль-бочка вот эта остается на одном уровне. То есть поэтому видите вот эти свечи неопределенности, то есть эти волчки, так скажем. То есть рубль падает, а рубль-бочка вот эта, которую я рассказывал в прошлых роликах, находится в зоне неопределенности. Она, кстати, часто так находится, потому что все-таки понятие рубль-бочки – это рубль, помноженный на цену на нефть все-таки. А вот Центробанк отчитывается о том, что реально эффективный курс рубля в январе-марте вырос на 0,6%. То есть я до этого говорил то, что я покупал доллары. Сейчас я подробно это расскажу. И я расскажу почему, когда и что нужно делать. Чтобы это все понять, нужно досмотреть ролик до конца, и чтобы вопросов у вас в дальнейшем не возникло. Так вот, он апеллирует такими цифрами 0,6%. И если открыть официальный сайт Центробанка, то здесь видим также вот эти циферки из разряда 7,7% в феврале 2024 года. Это получается у нас за месяц или за год? Он, конечно, думает, что это за год. Но если мы 7,7 умножим на 12, то у нас получается 92% инфляции. Возможно, в этом даже кроются реальные числа. То есть он дает подсказки, возможно, на сайте. И здесь он апеллирует такими же цифрами. То есть рубль упал на 0,6%. Наоборот, вырос на 0,6%. То есть такие мелкие цифры. И думаешь, а, у нас все хорошо, все спокойно. Хотя, как я говорю, с прошлых, так скажем, моментов, когда я покупал доллар, прошло уже 1,5%. Так скажем, рубль упал на 1,5% с этого момента. Поэтому вот как так. То есть Центробанк любит, так скажем, иметь вот такие, так скажем, простонародь называть это ложь. Естественно, но для них эти приписки различные и различные моменты, которые, наверное, досталось, как еще с СССР используемые. И также, согласно статистике, сейчас поднимаются ставки по вкладам на юань. Что же это означает? Сейчас расскажу. Так вот, дефицит юаня на российском рынке вынуждает банки и компании поднимать ставки на привлечение китайской валюты. Например, на минавшей неделе Русал разместил облигат с купоном 7,9% годовых, что более чем вдвое выше купона по дебетному выпуску, состоявшемуся летом 2022 года. То есть ставки повышаются. Я думаю, это не то, чтобы связано с дефицитом даже юаня, а с политикой вытряхивания матрасов. То есть вы знаете то, что ставки повышаются по вкладам не просто так, чтобы люди рубли и наличные доллары, которых у населения, между прочим, возможно, даже десятки миллиардов долларов сидят под матрасами. Так вот, эти матрасы нужно как-то вытряхивать. И вытряхивать нужно различными способами, различными махинациями. Повышение ставки на вклады по юаням, повышение ставки на вклады по рублям, выпуски различных фантиков, которые собираются выпустить там, не знаю, на три года, на год и так далее для заморозки. Еще чего-либо, еще чего-либо. То есть растущие цены на Сбербанк акции также порождают спрос на покупки. То есть все это делается для того, чтобы, я считаю, вытряхнуть в первую очередь даже не то, что наличные рубли, а скорее всего даже в первую очередь наличные доллары. Потому что вы знаете, для российских государств в первую очередь очень важны доллары. То есть валютная выручка доллара, то есть рубли он и может сам напечатать. То есть в этом с этим проблем нет. Мы это сами наблюдаем и наблюдаем на полках магазинах. То есть наблюдаем, как, насколько выросли цены. Например, Росстат отчитывается то, что ты вырос, это не так и много. То есть в целом среднее по больнице там получается, наверное, не так много. Но получается овощи сильно выросли. Об этом я писал в своем телеграм-канале, поэтому кто еще не подписан, подписывайтесь. Здесь я рассказываю разные новости. Также свое мнение, фундаментальный анализ и технический анализ. Так вот, получается то, что овощи выросли гораздо сильнее, получается. А вот яйца даже опустили в цене. Ну, это, как я говорю, хорошая мина при плохой игре, возможно. То есть вы знаете, плохая игра была до Нового года, когда вышел ажиотаж на яйца. Цены подскочили. Так вот, нужно же сказать то, что не то, что все решено, они еще и даже падают. Там можно было даже написать здесь, почему, интересно, Росстат обошелся минус 49%. Надо было писать все минус 38%, чтобы вообще произошел обвал. То есть обвал на цены. То есть вот тогда могут говорить, естественно, про обвал. Да, это же мы разбирали с Набиулиной темой о том, что есть понятие такой умеренный рост. То есть это вот что такое обвал. То есть что-то важное, конечно, называет это умеренным ростом. Но когда происходит что-то сильное, можно назвать это и обвалом, так скажем. И я думаю, в ближайшей неделе сильное влияние на валюты вообще в целом в мире будет оказывать именно сам индекс доллара. Если посмотреть здесь более детально, то мы здесь увидим. Так, сейчас покажу. Я думаю, здесь перевернута голова с плечами. Так, возможно, недельки будет лучше. Это видно. И то об этом... Нет, не видно. То есть я об этом рассказывал еще тоже неделями вперед. То есть, возможно, будет сильный вынос. И нас действительно происходит. И из-за этого страдают все валюты. Те же самые юани, доллары. Но те, кто несут на вклады для юани, они, естественно, не думают об этом. И не смотрят, возможно, эти ролики. Лучше бы, конечно, подписаться и смотреть. Так вот, здесь я, как говорю, здесь одно плечо. Здесь у нас голова. Здесь еще одно плечо. И вот с этого тела, так скажем, происходит вынос, так скажем, вот индекса доллара. То есть от этого растет. Примерно на схеме это выглядит вот таким образом. То есть левое плечо, голова и правое плечо, линия шеи и вынос. Не тело, а... Да, это начало тела, шеи и вынос. Соответственно, цели. Тоже он сейчас индекс доллара идет достигать своих. Вот примерно так он выглядит. И это, естественно, влияет на все валюты. Как я говорю, как и на юани, и в том числе и на евро. Посмотрите на евро, как он сильно упал. То есть график здесь чем-то, конечно, и похож, так же, так как это является производный доллар. Но все-таки конкретно смотреть на движение лучше именно по индексу доллара. Он как раз-таки будет обозначать и движение, и евро, и юаню. И поэтому мы видим вот такую ситуацию, то, что юань падает. То, что те, кто будут держать под вкладами, они, возможно, не обратят то, что юань уже обвалился на 1%. То есть примерно вот здесь видите на графике. И это не обратят, возможно, внимания. Для них главные проценты по вкладам. И не думаю так, какая реальная инфляция сейчас в стране творится. Также по поводу автомобиля. Вышла информация, что спрос на поддержанный автомобиль в России восстанавливается. И в марте он оказался, оказывается, выше февральского. И еще сообщается то, что цены снижаются. То есть вот как-то так из-за падения продаж цены снизились. Но вот здесь более премиальных марок. Впрочем, если есть возможность покупать машины, я бы, конечно, на месте тех, кто хочет это сделать, я бы, наверное, скупал в любом случае тоже. Потому что если ставки поползут вниз, то те, кто приходит и рассчитывает кредиты у менеджеров по кредитам в салонах, они уже не будут, так скажем, морочить носы. И будут уже рьяно, так скажем, с бешеными глазами скупать все, что можно. То есть и залежалые машины, и новые машины, и китайские, и не китайские. Все подряд. То есть ставка пусть на 2%, скупят еще на 2%, еще будут больше скупать. Поэтому, если у кого есть возможность, лучше, наверное, пока сейчас ставка высокая, 16%, лучше поискать, наверное, сейчас. Я, наверное, так бы действовал. Потому что в последующем может привести к ажиотажу, когда ставка будет снижаться. Машины в любом случае тоже дорожают и будут дорожать, но несмотря, конечно, от реального хлама, то есть если не смотреть на него. Потому что чисто математически, думаю, многие китайские машины могут выдержать 2-3-4 года, но выдержат ли они 7 лет такого перемена погоды, выдержат ли они 10 лет, вот у меня, конечно, под вопросом эти моменты. И так вот, они в любом случае, машины нормальные имеют, будут дорожать, и это не призыв брать их с инвестиционной целью, просто момент такой, что копить на машину невыгодно сейчас. То есть копить и собирать деньги в течение 3-х лет, в любом случае это невыгодно. И это многие знают, и поэтому многие собираются, я думаю, взять кредиты хорошие. И когда это наступит возможность, все-таки многие побегут. Вчера на Ближнем Востоке произошли новые удары, так вот Байден не стал выступать с обращением к народу из Ирана по Израилю, чтобы не провоцировать эскалацию, сообщается. А Байден отговорил Израиль от ответного удара по Ирану, и атака Ирана и Израиль не перерастет в масштабную войну, сообщает Белый дом США. То есть вот как-то так. Мы сейчас наблюдаем Байдена, который является, по сути, тоже воинственным президентом. То есть если придет Трамп, то все учтите, что по статистике это один из самых миролюбивых президентов. То есть вот эта партия, которая сейчас идет, Байденовская, еще там Барак Обама, который улыбается во все свои зубы, но тоже является одним из самых, я считаю, воинственных президентов. Если придет Трамп, возможно, даже все войны на планете закончатся и завершатся. Ну, я тоже думаю, возможно, и такое. Потому что Трамп, в первую очередь, это бизнесмен. То есть когда он был, он не начинал войну. То есть вот если найти эту статистику, то есть одни из самых воинственных, по-моему, Обама, Буш и другие. То есть, а вот Трамп, партия, то есть и Трамп сам, он еще не воинственный. Вспомните, как в 20-е тогда годы вырос S&P 500 в те годы. То есть Трамп, в первую очередь, это не то, чтобы я из-за него топлю или прочее. Просто я делюсь фактами. То есть Трамп – это бизнесмен, и при нем растут рынки, при нем растет все. То есть бизнесмены знают об этом, начинают вкладываться, расчекляют свои кошельки и так далее. То есть все хорошо, все спокойно. Война же – это время для стрессов. То есть и Байден, естественно, обеспечивает такие стрессы сейчас всему миру практически, поставляя оружие то туда, то сюда и так далее. То есть поэтому, если, в принципе, выберется Трамп, это не то, что плюс там будет по украинскому вопросу, а вообще просто в целом мире, то есть Трамп, возможно, будет просто гасить эти конфликты и просто договариваться как-то с деньгами, то есть либо дашь на дашь и так далее. То есть это все-таки бизнесмен, то есть в любом случае. И мы, возможно, если Трампа увидим, мы увидим еще одну новую статистику, так сказать, о том, что он будет одним из самых миролюбивых президентов. Потому что сейчас очень много конфликтов разгорелось в мире, практически пожары везде идут. И, возможно, Трампу даже удастся погасить эти конфликты. И он уже обещает, что это сделать. Но посмотрим. Конечно же, это пока что далеко до этого. Чтобы подтвердить мои слова, я об этом даже кидал в своем телеграм-канале график. Вот посмотрите, зайдите, поищите, подписывайтесь. Я ищу его заранее специально кинул 6 января, чтобы это было, так скажем, сохранено. И сообщения не изменялись, не удалялись. И смотрите, то, что здесь идет выборный год. Сейчас мы знаем, что сейчас выборный год идет. До мая месяца идет просто баснословный рост. Вот мы наблюдаем здесь. Сейчас как раз-таки скоро будет начало мая. И получается, где-то в середине мая, возможно, будет коррекция. И что же мы наблюдаем на графике? Посмотрите, то есть практически один в один. То есть с начала года идет практически неустанно рост. И сейчас только вот сейчас идет какая-то маленькая коррекция по S&P 500. То есть график один в один совпадает с этим моим графиком. Будут коррекции в этом году, как ожидаются, и в августе, и так далее. Но самый лютый рост, ожидая после выборов, то есть после октября, тогда все подрастет еще значительно больше. И тогда нужно будет вкладываться, я думаю, не только в американский рынок, но и на коррекцию, а многие другие рынки. И, как я говорю, здесь зависит от того, кого изберут. То есть если изберут Трампа, там может вообще безудержный рост просто быть в этом случае, особенно недооцененных активов различных. Поэтому будьте в курсе и подписывайтесь. По тенге меня часто спрашивают, и здесь я готов делиться, потому что здесь картина, конечно, не такая четкая, как и по рублю. Потому что если мы по рублю сейчас увидим девальвацию, то мы это также можем увидеть по тенге. По рублю, конечно, не ожидается такой лавинообразной пока что девальвации с моей стороны и не прогнозирую. Но если мы увидим такой вялотекущий тренд, который уже идет по рублю, то примерно то же самое можем увидеть в тенге, но только после, я думаю, боковика. Об этом боковике я уже сообщал, об этом треугольнике до этого. Поэтому он сейчас и шел, этот треугольник. Как видите, он у меня нарисован здесь был давно. Здесь были выносы с этого треугольника. Пробивал маркетмекер. И пошел на дальнейшее укрепление, но, я так говорю, не дал ему рубль укрепиться. Я думаю, пока что будет боковик на уровне 450, на котором сейчас идет. Но если мы увидим такое, скажем, ослабление рубля, то не исключая возврат вот к этим уровням 468. То есть, возможно, и такое. Если же мы увидим что-то вялотекущее по рублю в мае, апреле и другие месяцы, то мы также увидим вялотекущий боковик. Да, это скучно, неинтересно, но пока что как-то так. Поэтому, в принципе, даже по тенге это тоже, так как он сильно укрепился, удачный инструмент, как хранить тоже в рублях. Потому что тенге укрепился и к рублю даже получается. Между тем, индекс московской биржи продолжает свой рост, как я говорю, здесь так же, как и Сбербанк избрал тактику расти каждый день по чуть-чуть, по 0,5%. Сегодня тоже по 0,5%. То есть, ползет, ползет. То есть, в целом, за год мы можем увидеть десятки процентов по акциям. По индексу московской биржи, естественно, мы увидим меньше. Мои акции также хорошо растут. Посмотрите на то же самое «Газпромнефть». И да, я расскажу ее прогнозы по поводу нефти. То есть, с ней все хорошо, отлично. Также сегодня Сбербанк в около нулевой зоне немного растет с утра. Так вот, Сбербанк также такую же избрал тактику роста по чуть-чуть. Это со стороны маркетмейкера. А вот со стороны главного маркетмейкера, как центробанка, здесь так же тактика, впрочем, полная на рост. Почему? Да потому что я банально слушал выступление Набиулиной недавно. Она просто заботится о прибыли банков. То есть, в первую очередь, когда говорит про прибыли банков, глаза загораются. Так вот, если мы увидим еще такие же прибыли, как в прошлом году, Сбербанк отрастет еще примерно столько же, как и в прошлом году. То есть, учтите эти моменты. То есть, кто правит этим балом, этим балом, естественно, правит центробанк. И он будет заботиться о прибылих Сбера. И Сбер сильно отрастет. А в плане фундаментальности, так же я считаю, Сбер еще более-менее этично себя ведет. Для миноритари в том числе. Если сравнивать с ВТБ, это просто небо и земля. ВТБ и акции свои распыляет, и на дивиденды кидает, и прочее-прочее. Просто кладезь того, что не следует делать инвестору, так скажем. А со Сбером еще пока что все в порядке. Поэтому он растет и будет расти, и тащить пока что весь рынок. И поэтому центробанк еще до этого отчитывался о том, что, так скажем, Сбер сам к себе привлекает и большое количество людей на бирже. То есть, люди видят, верят и не уходят с биржи, остаются. Так, по доллару также я обещал сказать, когда покупал. То есть, да, это я говорил, что покупал здесь на 88, 89, здесь на 90. Здесь я говорил также, мне нужны были доллары, 92 и 3. Я также здесь закупил. И сейчас, я думаю, если мы увидим новые точки для... То есть, в принципе, как видите, на всех точках я здесь выгодно покупал. И еще хорошо, допустим, мы проехали. А когда дальше покупать, наверное, людей еще новую аудиторию мою интересует. Потому что аудитория у меня прибавляется. И новые, кто еще не подписан, подписывайтесь. Важно, каждая ваша подписка. Так вот, другие точки, я думаю, увидим не вот на такой, возможно, коррекции на 87. А вот, возможно, на различных ретестах. Если мы увидим хорошие ретесты, то есть, на каждом уровне ретеста вот этого, я думаю, возможно, будет еще дозакупиться. То есть, 93 и 3, например. 93 и 4, когда еще банки не сильно будут, так скажем, ломить свои спреды. Так вот, я буду эти моменты также отслеживать. И, возможно, на этих точках я также буду закупаться. То есть, как видите, здесь я 1, здесь 2, здесь 3, здесь 4 за прошедшие месяцы. И здесь, возможно, еще увидим номер 5 точки. Поэтому будем смотреть. Если сразу меня спросит в комментариях, а что ты 87 не ждешь? Ну, это мы будем смотреть по ситуации по экспортерам. То есть, здесь только от них все зависит. И только от них пока что будем смотреть. Поэтому подписывайтесь. Всем спасибо. Удачных вам сделок на рынке.